Глава 10. Почему ошибки – это лучшие учителя? Ошибки делают умнее Мне хотелось бы уверить вас в том, что разбогатеть нетрудно. Хотелось бы изобразить себя вундеркиндом и прирожденным предпринимателем, который радостно и весело преодолевает все встречающиеся на пути препятствия. Мне хотелось бы сказать, что все, с кем я имел дело в бизнесе, были невероятно умными, щедрыми, честными, законопослушными гражданами, образцами порядочности, этики и морали. Но я не могу этого сделать. На пути от бедности к богатству и от наемного работника к предпринимателю мне встречались и взлеты, и падения, и хорошие, и плохие люди. Нередко речь шла об одном и том же человеке, который проявлял чудесные качества в одной ситуации и ужасные в другой. Он мог честно смотреть тебе в глаза, а потом воткнуть тебе нож в спину, обобрать до нитки, солгать и обхитрить, как только ты подпишешь контракт. Но я встречал людей, которые проявляли неизменную порядочность, как хорошо или плохо не обстояли бы дела, независимо от того, зарабатывали мы деньги или теряли. Мне бы очень хотелось, чтобы и обо мне говорили так же. Люди остаются людьми Я не хочу утверждать, что я самый лучший. Я не вхожу в перечень кандидатов на причисление к лику святых. Но ведь никто из нас не совершенен. Все мы всего лишь люди и всегда ими остаемся. У нас есть сильные и слабые стороны, достоинства и недостатки. Мы не боги и не знаем правильных ответов на все вопросы. А это значит, что мы не всегда правы. Но самое главное, что нам, как и всем людям, свойственно ошибаться. Ребенок, учась ходить, падает. Потом он учится ездить на велосипеде и на этот раз падает уже с велосипеда. Потом он идет в школу, а там ему говорят, ошибаются только глупые. Это просто какое-то сумасшествие. Мировая проблема Оглядываясь на историю человечества и свою собственную, вы можете обнаружить, что большинство проблем в мире начинается с желания доказать свою правоту. Корни войн, насилия, споров, убийств, ненависти кроются в человеческой потребности быть правым. Прежде чем на земле наступит мир, нам всем придется отступить на шаг назад, сделать глубокий вдох и поразмыслить над двойственностью бытия. Ведь правота не может существовать без заблуждения. Это неразрывные вещи. Если кто-то говорит, что он прав, это автоматически подразумевает, что кто-то другой ошибается. Три стороны монеты У каждой монеты три стороны. Богатый папа Орел Решка Ребро Интеллект Пример монеты, у которой есть три стороны, используется здесь в качестве метафоры настоящего интеллекта. Я говорю о настоящем интеллекте, поскольку если рассматривать жизнь через призму правоты и заблуждений, то интеллекта в этом не так уж много. Один из общих принципов Баки Фуллера, который справедливы в любых без исключения обстоятельствах, гласит, единство подразумевает участие как минимум двух сторон. Другими словами, концепции единственного числа не существует. В реальном мире планеты Земля минимальное число это два, а не один. Например, вверх не может существовать без низа. Движение наружу возможно только при понимании того, что должно быть и движение внутрь. Ум не существует без глупости, левое без правого, богатство без бедности, мужчина без женщины. Я часто цитирую важное высказывание Фрэнсиса Скотта Фитджеральда. Первоклассный интеллект – это умение одновременно держать в голове две противоположные мысли, не теряя при этом способности к действиям. Перевод. Когда вы исходите из концепции «либо прав, либо неправ», ваш интеллект поделен пополам. Вот почему умение находиться на ребре монеты, откуда видны обе стороны, повышает интеллект. Учеба на ошибках Бакминстер Фуллер, один из величайших гениев нашего времени, рассказывает о том, каким образом традиционное образование и религия отвращают учащихся от учебы. Я интерпретирую его идеи своими словами. Фуллер. Люди учились только на ошибках. Перевод. Если вы не совершаете ошибок, значит вы перестали учиться. Фуллер. Ошибки могут быть грехом лишь в том случае, если их не признают. Перевод. Бог создал человека, чтобы тот учился на ошибках. Грешник – это тот, кто игнорирует урок, который Бог преподает ему в виде ошибки. Фуллер. Будучи свидетелями чужой ошибки, люди, зараженные предубеждениями, инстинктивно говорят, ну разве можно так глупо ошибаться? Перевод. Сегодняшнее общество считает, что допустить ошибку может только глупый человек. Фуллер. Какие бы ошибки в прошлом не допускали учителя, сегодня они говорят, мы с самого начала знали все ответы. Перевод. Мы умные, мы знаем правильные ответы, не делайте ошибок. От вас требуется только заучить ответы, которые мы вам даем, и вы будете такими же умными, как мы. Фуллер. Это значит, что нельзя бездумно поддаваться влиянию массовой психологии. Перевод. Думайте своей головой. Фуллер. Любя детей, а потому боясь за их будущее, родители учат их избегать ошибок, которые могут повлечь за собой негативные социальные последствия. Перевод. Родители, которые любят детей и хотят подготовить их к самостоятельной жизни, всячески оберегают их от ошибок, которые могут быть отрицательно восприняты обществом. Фуллер. Лишь в тот момент, когда человек искренне признается самому себе в допущенной ошибке, он становится ближе всего к таинственному единству управляющему вселенной. Перевод. Когда человек признает, что совершил ошибку, он напрямую связывается с Богом, который становится его учителем. Фуллер. Бог напрямую разговаривает с каждым из нас. Это общение осуществляется только посредством индивидуального ощущения истины и спонтанных эмоций любви и сопереживания. Перевод. Бог не наказывает людей за допущенные ошибки. Так поступают только люди. Когда человек допускает ошибку, Бог обращается к нему лично через чувство любви и сопереживания. Если эту ошибку допустили вы, будьте добрее к себе и любите себя. Если кто-то другой, отнеситесь к нему так же, как это сделал бы Бог, чтобы человек смог извлечь урок. Говоря о Боге, Фуллер не имел в виду религию. Для него Богом было таинственное единство, управляющее вселенной. У вас ничего не выйдет. Я будто вчера помню тот день, когда перестал быть наемным работником и стал предпринимателем. В тот день мне перестали платить зарплату, и я оказался предоставлен самому себе. Меня больше не волновали такие проблемы, как надежность рабочего места, социальные льготы, оплачиваемый отпуск, медицинская страховка и пенсионная программа. В тот день у меня у самого появились три наемных работника, которых заботили надежность рабочего места, социальные льготы, оплачиваемый отпуск, медицинская страховка и пенсионная программа. И они зарабатывали больше, чем я. До этого дня я работал в филиале Xerox Corporation в центре Гонолулу. Когда я покидал офис, направляясь к новому месту работы, секретарша Элейн улыбнулась и сказала, «У вас все равно ничего не выйдет, и вы вернетесь». Элейн повидала на своем веку многих ушлых продавцов, вроде меня, которые уходили, но потом возвращались. Я улыбнулся и сказал, «Может, ничего и не выйдет, но я никогда не вернусь». Первая крупная ошибка Богатый папа в свое время сказал мне очень важные слова, «Ты еще сам не знаешь, чего ты не знаешь». Другими словами, мне необходимо было проявлять внимательность по отношению к своим ошибкам. Он также говорил, «Огорчение – это первый признак, что ты не знаешь того, что тебе следует знать». В моем первом бизнесе, производстве нейлоновых непромокаемых бумажников для серферов, дела поначалу шли прекрасно. Правда, как и в большинстве других новых фирм, деньги на первых порах быстро расходовались, а поступлений пока не было. Потом одна за другой начались проблемы – производственные, юридические, денежные, неурядицы с персоналом. Большинство наемных работников, о многих из них даже не догадываются. В поисках денег Я зашел к своему богатому папе, чтобы взять в долг 100 тысяч долларов. Он выгнал меня из офиса и назвал моих партнеров по бизнесу клоунами. Когда я убедил своего бедного папу в том, что бизнес с нейлоновыми бумажниками ждет большое будущее, он достал свою вторую закладную на дом и выдал мне 100 тысяч. Он сказал, что лучше отдать их мне при жизни, чем после смерти. Это было все, что у него осталось. Проиграв выборы, он до сих пор не нашел себе работу. Выиграв кое-какое время, я с радостным чувством передал чек Стэнли, нашему финансисту, одному из трех работников фирмы, и спросил, «Эти 100 тысяч смогут решить проблему?» Стэнли улыбнулся и кивнул. Спустя три дня, вычистив свой письменный стол, Стэнли исчез. Вместе со 100 тысячами. Да, эти деньги решили проблему. Но только его собственную. Он просто вернул себе деньги, которые до этого вложил в компанию. Даже несмотря на то, что впоследствии мы выпустили на рынок несколько новых продуктов, пользовавшихся успехом, в том числе одно изделие, которое в 1978 году было признано спортивным товаром года, компанию пришлось закрыть. И я остался со стотысячным долгом своему отцу. Я вспомнил, что говорила Элэйн, «У вас все равно ничего не выйдет, и вы вернетесь». У меня действительно ничего не вышло. Но я не вернулся в корпорацию Ксерокс. На тот момент 100 тысяч долларов были самой большой потерей в моей жизни. Хотелось бы сказать, что они так и остались моей самой большой ошибкой. Но впереди меня ждали другие, куда более дорогостоящие. Фуллер говорил, «Ошибки это здорово. Чем больше я ошибаюсь, тем умнее становлюсь». Стэнли оказался проходимцем, но он помог мне в итоге стать богатым человеком. Три стороны монеты Стоя на ребре монеты, с одной стороны я видел Стэнли и потерю 100 тысяч долларов. Это был болезненный, ужасный, крайне неприятный урок. Мне понадобилось почти 10 лет, чтобы вернуть деньги, украденные Стэнли. По другую сторону монеты находился урок, который Бог преподал мне как благословение. Поскольку на кону стоял дом моего отца, я не имел права сдаваться, не мог объявить себя банкротом. Мысль о том, что отец потеряет дом, мотивировала и вдохновляла меня. Я знал, что должен продолжать. Меня спас мой младший брат Джон. Увидев, что я натворил, он вместе с еще одним новым партнером подключился к делу, и мы возродили бизнес. Работа по восстановлению сделала всех нас умнее, лучше, опытнее. Посредством любви и сострадания моего брата, Бог научил меня тому, что мне было необходимо знать. Моя ошибка стала моим настоящим учителем. Как я уже писал, мне хотелось бы сказать вам, что богатство создается легко. Мне хотелось бы изобразить себя вундеркиндом и прирожденным предпринимателем. Но я не могу. Ошибки на любой вкус Я часто думаю, что книга, описывающая все мои промахи, была бы самой лучшей и полезной книгой, которую я мог бы написать. Это была бы гигантская серия книг во многих томах. Но мои ошибки, это мои ошибки. А ваши останутся вашими. Другими словами, мои ошибки отражают только мою личную ситуацию. Ваши тоже окажутся уникальными. К сожалению, наше общество относится к ошибкам с осуждением. Оно хочет, чтобы мы прислушивались к словам умных людей, выучивали наизусть их правильные ответы и избегали промахов. За ошибки у нас наказывают. В методе учебы на ошибках, которые проповедовал Фуллер, главным является не наказание, а признание самому себе в ошибке. Затем следует проявить любовь и сопереживание, чтобы усвоить урок, который Бог преподал персонально вам. Тогда ошибки делают человека умнее. Важный урок Из воскресной школы я вынес важный урок. И не введи нас в искушение. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 13. В сегодняшнем обществе, где царит разлад, у нас возникает много искушений. Притвориться, что никакой ошибки не было. Люди любят делать вид, что они совершенны. Они ведут себя, как кошки, которые зарывают свои экскременты в лотке, делая вид, что лоток чистый. Солгать. Я помню, как президент Клинтон говорил, у меня не было сексуальных отношений с этой женщиной. Секс – это не преступление, но 19 декабря 1998 года он был подвергнут процедуре импичмента за ложь под присягой. Оправдываться. Извинения и отговорки напоминают освежители воздуха. Когда в туалете вроде бы пахнет приятно, но запах лжи все равно пробивается. Обвинить другого. Человек, сваливающий вину на других, слабак, не способный взять на себя ответственность и извлечь урок из неудачи. Подать в суд. Засудите человека, который уличил вас во лжи. И пусть ложь длится годами. Со мной такое случалось дважды. На меня подали в суд, когда я обнаружил, что люди, которым я доверял, обманывали меня, лгали и воровали. Пойти ва-банк. Вместо того, чтобы списать потери, люди удваивают ставки и пытаются отыграться. Обычно это заканчивается полным разорением. Я думаю, что многие финансовые пирамиды создаются лишь потому, что их организаторы не в состоянии отказаться от лжи и продолжают собирать деньги, грабя Питера, чтобы заплатить полу и прикрыть собственные ошибки и потери. Я подозреваю, что именно так случилось с Берни Мейдоффом, организовавшим самую большую пирамиду на 65 миллиардов долларов в истории Америки. Он не мог признаться, что потерял деньги инвесторов, поэтому старался собрать побольше с других инвесторов, продолжая проигрывать и эти деньги. Берни Мейдоффу надо было бы возглавить правительство США, самую грандиозную финансовую пирамиду в мировой истории. Урок. И не введи нас во искушение. В случае ошибки лучше признаться себе в этом и отнестись к себе с любовью и сочувствием, чем наказывать себя и окружающих. В таком случае у вас есть возможность понять, какой урок Бог хотел вам преподать, даже если содержание этого урока вам не по душе. В реальной жизни извинения лучше, чем судебные тяжбы, к тому же они дешевле обходятся. Если бы мы проявляли больше понимания к тем, кто ошибается, то жили бы, на мой взгляд, в куда более спокойном, процветающем и умном мире. Ошибки ключ к успеху. Совершая ошибки, Томас Эдисон изменил мир. Он рассказывал, что провел 3000 неудачных опытов, прежде чем изобрести электрическую лампу накаливания. Генри Форд пережил банкротство, прежде чем компания Ford Motor добилась успеха. Джефф Безос потерпел неудачу в первой попытке вывода на рынок своей компании Amazon. Ларри Эллисон несколько лет боролся с трудностями и находился на пороге банкротства, прежде чем компания Oracle начала рост. Фред Смит получил неудовлетворительную оценку в бизнес-школе за свой проект, известный сегодня как FedEx. Полковник Сандерс сделал несколько закончившихся провалом попыток и обанкротился в возрасте 65 лет, прежде чем сеть быстрого питания KFC пришла к успеху. Учителя высшего уровня Еще раз взгляните на конус обучения, изображенный на 14-й странице приложения к аудиокниге. Вы можете увидеть разницу между настоящими и фейковыми учителями. Фейковые учителя находятся в нижней части этой схемы, а настоящие в верхней. Самая большая разница между ними заключена во второй строке, где говорится о практике имитации работы и играх. В ходе такой практики человек может допускать ошибки, прежде чем возьмется за реальную работу. Богатый папа устраивал такую практику для своего сына и меня, играя с нами в монополию. А потом он вел нас смотреть на реальные зеленые домики, из которых однажды вырос большой красный отель. Мы вместе с Ким разработали игру Cashflow, в которой люди могут ошибаться, рискуя лишь игрушечными деньгами. Если вы будете учиться в реальной жизни, имея дело с биржевыми брокерами, финансовыми консультантами и риэлторами, то это уже не игра, и здесь на кону стоят ваши реальные деньги. Сила практики Тайгер Вудс никогда не стал бы величайшим гольфистом мира без практики, в ходе которой он совершал миллионы тренировочных ударов и допускал миллионы ошибок. Актер Джордж Клуни не стал бы кинозвездой, если бы не учился актерской игре на репетициях и во второстепенных ролях. В своей книге «Гений и аутсайдеры» Малкольм Гладуэлл пишет, что ни одна музыкальная группа в истории не репетировала так много как Битлз. По его словам, одного только таланта мало, чтобы гарантировать успех. Все дело во многих часах практики. Он цитирует данные опроса скрипачей в Берлинской Академии Музыки, в ходе которого выяснилось, что те музыканты, которые становились впоследствии учителями музыки, упражнялись на протяжении своей карьеры в общей У хороших исполнителей этот показатель составлял около 8 тысяч часов, а у элиты, исполнителей мирового класса, более 10 тысяч часов с того момента, как они впервые взяли инструмент в руки. Если упражняться по 4 часа в день, то понадобится около 7 лет, чтобы достичь мирового уровня. Битлз на протяжении нескольких лет играли по 8 часов в день, прежде чем добиться успеха. Врачи, юристы, стоматологи не называют свою работу бизнесом. Они используют для этого слова практика. Они практикуются на вас. Перевод. Настоящие учителя сами используют на практике то, чему учат других. Фейковые учителя этого не делают. Вот почему мой первый учитель в области недвижимости предложил нам за 90 дней найти 100 объектов, прежде чем что-то покупать. Он был настоящим учителем. Мой преподаватель бухгалтерского учета не был бухгалтером и не имел реального практического опыта. Он требовал, чтобы мы его слушали, запоминали его ответы, решали предложенные им задачи и не допускали ошибок. Он был фейковым учителем. Вы уволены. В сегодняшнем мире людей, совершающих ошибки, увольняют. В компании Rich Dead каждый работает в команде, но так, словно этот бизнес принадлежит ему, и каждый имеет право на ошибки. Единственная причина, по которой людей увольняют из Rich Dead, это попытки скрыть свои ошибки. Как говорил Фуллер, ошибки могут быть грехом лишь в том случае, если их не признают. Люди учат друг друга. Повторю еще раз, мы с Ким создали игру Cashflow, чтобы люди могли учить друг друга. Многие игровые ситуации, это реальные сделки, которые мы осуществляли вместе с Ким, и многие из них оказались неудачными. У меня всегда вызывает недоумение, когда кто-то говорит, я сыграл разок в вашу игру, было интересно. Если вы хотите извлечь из игры пользу, в нее надо сыграть не менее десяти раз, а потом научить играть еще десять человек. Не зря говорят, что если хочешь получать, надо научиться делиться. Есть еще одно хорошее выражение, если хочешь сам чему-то научиться, научи другого. Члены клубов Cashflow регулярно встречаются, играют, проводят занятия, сравнивают игровые ситуации с реальными сделками и инвестициями, сотрудничают, учат других и учатся сами. В игре существуют определенные правила. Запрещается делать ставки настоящими деньгами, а также использовать клубы для свиданий. Как известно, деньги и секс могут мешать учебе. Учеба может быть веселой и полезной, если следовать правилам, морали, этике и законам. Вся прелесть клубов Cashflow заключается вовсе не в том, сколько денег вы сможете выиграть с их помощью. Гладуэл пишет, что главное это количество часов практики. Если вы вступите в клуб Cashflow, то ваша основная задача будет состоять в том, чтобы практиковаться, учиться, учить других и помогать им в освоении игры. Игра не дает никаких гарантий, но я подозреваю, что если вы будете уделять должное внимание учебе, то затраченные усилия окупятся сторицей. Реальные активы Один из ваших самых важных активов это хорошие люди. Честные, законопослушные люди с высокими морально-этическими качествами, щедро делящиеся своими знаниями, опытом и мудростью. Люди, которые любят учиться, практиковаться, заниматься реальными делами, извлекать уроки из ошибок. Как выяснил Гладуэл, чтобы по-настоящему чему-то научиться, нужны тысячи часов практики. Хорошая новость состоит в том, что не надо стремиться к быстрому богатству. Главное это продолжать учиться и практиковаться, извлекать уроки из своих и чужих ошибок. В этом случае вас ждет реальный финансовый успех в обозримом будущем. Урок ошибки это ключ к реальному успеху. Почему неудачники продолжают проигрывать? Богатый папа частенько говорил, страх проиграть ведет к еще большему проигрышу. Одна из причин, по которым не работает экономическая наука, заключается в том, что экономисты и академическая элита полагают, будто имея дело с деньгами, люди будут вести себя рационально. Но мы знаем, что это не так. Когда речь заходит о деньгах, люди поступают нерационально. Но вот экономистам из академической элиты, типа бывшего председателя Федерального резерва Бена Бернанке, это неизвестно. Они искренне считают, что люди будут усердно работать, платить налоги, жить по средствам, аккуратно оплачивать счета, экономить деньги и избегать долгов. Видимо, как раз поэтому Бен Бернанке, самый влиятельный банкир в мире, в 2013 году заработал всего 199 700 долларов. Он полагает, что остальные похожи на него. Большинство предпринимателей даже пальцем не пошевелили бы за такие деньги. Именно это и отличает наемных работников от предпринимателей. Деньги странная вещь. Люди совершают ради них сумасшедшие поступки, убивают близких, ввязываются в торговлю наркотиками, продают свое тело, женятся ради денег, занимаются делом, которое ненавидят. Понятие риска Лауреаты Нобелевской премии обнаружили интересные факты, касающиеся людей и денег. Один из них, иллюстрирующий фактор риска, показался мне особенно интересным. Чем больше человек пытается избежать финансового риска, тем больший риск он на себя берет. Люди, не любящие риск, делятся на четыре основные категории. Первое. Трудяги. Зачастую люди, отрицательно относящиеся к риску, работают сразу на трех низкооплачиваемых работах. Многие из них, помимо основной работы, на выходные берут дополнительную, а по вечерам занимаются частным извозом. Но для представителей квадрантов R и S дополнительный заработок означает лишь то, что им приходится платить налоги по повышенной ставке, и к тому же жертвовать свободным временем, отрывая его у семьи, то есть у самых близких людей. Второе. Игроки. Человек, избегающий риска, играет в лотерею, делает ставки у букмекеров, или отправляется в Лас-Вегас, пытаясь изобразить из себя крутого игрока. И хотя всем понятно, что любые азартные игры построены на том, что основная масса участников проигрывает, многие из этой категории тешат себя иллюзиями, что им повезет. Третье. Студенты. Причина, по которой общий объем задолженностей по кредитам на учебу занимает в США первое место среди всех других задолженностей, заключается чуть ли не в религиозной вере в силу хорошего образования и в то, что оно может стать спасением в этом жестоком мире. Когда я спрашиваю людей, чему школа научила их в денежных вопросах, ответом мне в большинстве случаев является недоумевающий взгляд или в лучшем случае что-то вроде мы изучали экономику. Должен вас огорчить, экономика это не деньги. Экономика построена на вере в то, что люди будут вести себя рационально, когда речь зайдет о деньгах. Кроме того, экономика не относится к точным наукам, не подверженным политическим манипуляциям, алчности и страху. Четвертое преступники. Многие честные люди, не любящие риск, превращаются в мелких преступников. Они неофициально работают за наличные, чтобы не платить налоги. Возможно, попутно они приторговывают какими-то легкими наркотиками, взламывают базы данных и крадут информацию из них. Или работают в сфере сексуальных услуг. Курсы инвестирования. Когда я говорю людям, избегающим риска, о том, что им следовало бы поучиться на курсах по инвестированию, они зачастую отвечают, инвестирование это слишком рискованное занятие. В работах экономистов Дэниела Каннемана и Амоса Тверски я нашел следующий пример. Человеку надо кормить семью. Ему предлагают два варианта охоты на дичь. В первом угодья богаты дичью, но именно поэтому там водятся львы, которые кормятся другими животными. Во втором дичи нет. Она вся ушла из этих мест, но зато поскольку нет дичи, нет и львов. Человек, который не любит рисковать, выберет второй вариант. Учеба в школе Большинство учеников выбирают учителей, которые предпочли второй вариант. Напомню вам высказывание Фуллера. Любя детей, а потому боясь за их будущее, родители учат их избегать ошибок, которые могут повлечь за собой негативные социальные последствия. Ошибки могут быть грехом лишь в том случае, если их не признают. Бог напрямую разговаривает с каждым из нас. Это общение осуществляется только посредством индивидуального ощущения истины и спонтанных эмоций любви и сопереживания. В следующий раз, когда кто-то допустит ошибку, не наказывайте его, отнеситесь к нему так, как это сделал бы Бог, с любовью и сочувствием. Дети никогда не научились бы ходить, если бы не падали, люди не отправились бы к далеким планетам, если бы сотни изобретателей вроде братьев Райт не пошли бы на риск из боязни разбиться. А я не стал бы богатым человеком, если бы послушал секретаршу Элейн, которая сказала, что у меня все равно ничего не получится, и я вернусь в корпорацию ксерокс. Потерпев неудачу, я совершил еще более глупую ошибку, взяв в долг сто тысяч долларов у своего бедного папы и отдав эти деньги Стэнли, который с ними сбежал. Если бы я не допускал таких глупых ошибок, а некоторые из них обходились куда дороже, чем сто тысяч долларов, и не извлекал из них уроков, то не стал бы сегодня богатым. Основная предпосылка для учебы это готовность признаться, я свалял дурака. Затем надо найти мудрых людей и попросить у них совета. Это и есть настоящая учеба. Истоки образования Просвещение происходит от слова свет. К сожалению, наша школьная система не проливает свет на многие темы, а оставляет учеников в темноте. Во многих случаях мы получаем фейковые ответы от фейковых учителей. Учителя наказывают учеников за то, что те не повторяют эти фейковые ответы в фейковых тестах на интеллект и вбивают им в голову вредную мысль с применением угроз и насилия, что ошибки это признак глупости. Сегодня миллионы студентов заканчивают учебу по уши в долгах и пытаются найти себе работу, которой становится все меньше. Они мало знают о деньгах, боятся ошибок, раздосадованы на жизнь и опасаются неудач. Их родители и деды в большинстве случаев мало чем отличаются от них. Страх перед неудачами Страх относится к числу самых мощных человеческих эмоций. Страх перед неудачами напоминает монету, имеющую три стороны орел, решка и ребро. Фейковое образование подразумевает, что у монеты есть только одна сторона. Настоящее же образование дает нам возможность, стоя на ребре монеты, видеть обе ее стороны. С одной стороны. Страх перед финансовыми неудачами парализует большинство людей, делая их маленькими, бедными и покорными. Они часто занимаются делом, которое убивает их душу, медленно, но непрерывно. Кто-то становится на преступный путь, чтобы выжить. Фейковое образование заставляет людей бояться неудач. Порой страх пробуждает в них самонадеянность, наглость и жадность. Многие из этих людей считают себя лучше, умнее и богаче других. Нередко они свысока смотрят на тех, кого не считают равными себе по уму и богатству. С другой стороны, есть люди, их немного, которых страх перед неудачами побуждает учиться, становиться настоящими учениками и искать настоящих учителей. Ошибки это еще не конец, они являются для этих людей опытом, из которого можно извлечь пользу. Каждая неудача, даже болезненная, это урок скромности, так как только человек, который трезво оценивает себя, способен чему-то научиться. Фейковое образование делает людей излишне самоуверенными. У них складывается стереотип «я прав, я никогда не ошибаюсь». Настоящее же образование вдохновляет людей на совершение ошибок, на признание своей неправоты и извлечение уроков из неудач. Ошибки делают таких людей умнее, богаче, щедрее и человечнее. Настоящее образование подразумевает умение делиться, щедрость, любовь и сопереживание другим людям, всей планете и самим себе. Настоящее образование воспитывает любовь и сострадание. Все мы люди, а людям свойственно ошибаться. Настоящие учителя тоже ошибаются. Фейковые учителя никогда не допускают ошибок. Урок Ошибки это настоящие божьи учителя. Ваши вопросы и ответы Роберта. Вопрос Как при покупке золота и серебра вы определяете кому из людей можно доверять? Камерон Р. США Ответ Покупатель должен быть бдительным. Этот принцип особенно применим к покупкам настоящего золота. В последнее время все чаще приходится слышать о продажах фальшивого золота. Под фальшивым подразумевается золото, содержащее примеси, такие как никель или олово. Фальсификацию золота использовали еще древние римляне перед тем, как произошел крах Римской империи. Недавно Китай отказался принять поставку большой партии золотых слитков из США, потому что они были с примесями. Плохая новость заключается в том, что эти золотые слитки по-прежнему находятся в обращении у нас в стране. Я нахожу заслуживающих доверия продавцов, задавая им по ходу беседы, казалось бы, невинные вопросы. Давно ли вы занимаетесь продажей золота и серебра? Почему вы продаете золото и серебро? Могу ли я побеседовать с одним-двумя вашими клиентами? Предлагаете ли вы новичкам редкие монеты? Где вы порекомендуете мне хранить монеты? Какова разница между золотом 999 пробы и пробой 4 девятки? Ответы продавца дадут некоторое представление о его знаниях, опыте и моральных качествах. Еще раз повторю правильный ответ на ваш вопрос. Покупателю следует быть бдительным. Вопрос Какой самый лучший совет вы можете дать относительно поиска хороших и надежных партнеров? Какие качества вы ищете в своих сотрудниках, консультантах, партнерах? Маршал Б. Аргентина Ответ Это вопрос на несколько миллионов долларов. Найти правильного партнера в бизнесе все равно что найти хорошего спутника жизни. Если вы его нашли, жизнь становится раем. Если партнер оказался не тем человеком, она превращается в ад. Но во всем этом есть и хорошая сторона. После каждого плохого партнера у меня появлялись отличные. Так я встретил своих лучших консультантов. Два самых главных вопроса, которые необходимо себе задать, занимаясь поиском партнера. Хороший ли партнер я сам? Что мне надо сделать, чтобы стать хорошим партнером? Вопрос Почему вы считаете, что недвижимость надо покупать в кредит, а не за собственный капитал? Объясните, пожалуйста, достоинства и недостатки обоих подходов. Стэнли П. Польша. Ответ Это важный вопрос, на который я могу предложить пять ответов. Первый. Я делаю это из спортивного интереса. Купить недвижимость, заплатив за нее сто процентов из своего кармана легко, а вот купить сто объектов, использовав исключительно кредитные средства, трудно. Второй. Долг это риск. При использовании собственного капитала риск уменьшается, а в случае с заемными средствами растет. Если вы хотите покупать недвижимость за взятые в долг деньги, сначала посетите несколько семинаров по инвестированию. Третий. После 1971 года доллар США превратился в долговую расписку. Большинство людей, работая за доллары, становятся беднее, поэтому передо мной стоит задача стать богаче, приобретая активы в кредит, тем самым увеличивая доходность и снижая налоги. Четвертый. Я собирался прожить жизнь в квадрантах Б и И в качестве бизнесмена или инвестора. Людей из квадрантов Р и С долги делают беднее, людей из квадрантов Б и И долги делают богаче. В 1972 году я впервые посетил семинар по недвижимости. В том году я научился превращать долги в активы. Не имея финансового образования, люди обычно превращают активы в долги. Пятый. Бесконечная прибыльность. В квадрантах Б и И ставится цель добиваться бесконечной прибыльности от каждой инвестиции. Под бесконечной прибыльностью понимается способность получать прибыль, не вложив ничего из собственных денег. Бесконечная прибыльность является признаком очень высокого финансового айкью. Финансовый айкью человека измеряется масштабом финансовых проблем, которые он способен решать. Финансовый айкью измеряется в долларах. Например, в ходе одного опроса было выяснено, что среднестатистический американец не в состоянии выложить 400 долларов на срочные непредвиденные расходы. Это значит, что финансовый айкью таких людей составляет менее 400 долларов. Человек, который знает, как превратить долги в активы, способен решать очень крупные финансовые проблемы. Тот же, кто превращает активы в долги, может создать очень крупные финансовые проблемы.